здравствуйте с вами милана смецкая давайте сегодня рассмотрим как связать вот такую симпатичную мужскую шапку шапка мужская араны на обхват головы 59 сантиметров вяжу я из ниток на кона колен 49 процентов шерсть 51 процент акрил 100 граммок 210 метров рекомендуют спицы четыре с половиной пять но я вижу спицами два с половиной плотно набираем 128 петель и вяжем по кругу резинкой 2 лицевые 3 изнаночные 20 рядов так вяжем затем вяжем в двадцать первом ряду вот таким образом 2 изнаночные 3 лицевых наоборот и так вяжем 18 рядов 19 20 ряд вяжем лицевыми петлями далее вяжем узором по схеме предварь предварительно прибавить 4 петли равномерно то есть 128 было у нас для резинки плюс 4 добираем для аранов и получать у нас 132 петли узора вот смотрите набрала я 128 петель вот начало вязания где хвостик у нас и начала вязать 2 лицевые 3 изнаночные 2 лицевые 3 изнаночные 2 лицевые 3 изнаночные и так далее то есть и так я провязала 20 рядов а далее где у меня были в двадцать первом ряду где были лицевые я провязала 2 изнаночные где были изнаночные провязала 3 лицевые то есть для чего я это сделала чтобы вот так мы подворачиваем наш подворот и вот у нас вот получается таким образом то есть здесь у нас резинка 2 изнаночные 3 лицевых и здесь то есть буквально два ряда лицевых я провязала и после этого начала вязать узор и добавила к 128 петлям еще 4 петли равномерно и начала вязать узор вот смотрите спицы тонкие мы с вами вязали уже шапку и я сказала рекомендованные спицы были четыре с половиной пять а я сказала что я вижу там два два с половиной и мне сказали ну неужели вы вяжете спицами два с половиной до спицы два с половиной я специально вижу плотно так как это шапка зимняя а вот и нет смысла вязать ее как бы рыхло тем более что это мужская шапка а вот все вот узор я провязала один рапорт высоту вот по такой схеме мы вязали с вами уже два джемпера на молнии вот таким узором сейчас я решила связать шапку а вот смотрите каким узором жгуты вот эти вот жгуты вот такая схема 2 изнаночных 4 лицевых здесь одна изнаночная показана а я сделала 2 изнаночных далее 4 лицевых 2 изнаночных и вот жгут этот в начале жгута 3 лицевые взяла и в конце жгута 3 лицевые далее у меня идет ромб вот такой ромб а вот смотрите ромб здесь 6 лицевые 6 изнаночных указано я взяла 8 изнаночных 8 изнаночных 8 лицевых 8 изнаночных то есть вот по такой схеме не 6 как здесь указано а 8 вот так я вязала по такой схеме данную шапку и вот смотрите я связал один раппорт а далее 2 раппорт 1 раппорт мы вяжем с 1 по 32 ряд а второй раппорт мы уже вяжем с 5 ряда по 32 то есть первый второй третий ряд не вяжется смотрите такое распределение вот у меня идет коса считаем начало у нас нашего вязания от хвостика давайте я наверно покажу вам как начинать вязать по кругу потому что очень много вопросов было как вы набираете петли по кругу и как их потом замыкать то есть вот смотрите на одну спицу я уже набрала на вторую допустим вот набираю продолжаю вот таким образом далее еще беру спицу и вот так продолжаю набор можете набрать сразу все петли допустим набрали сразу все петли и распределили а можете вот так как я там набирайте столько сколько вам нужно петелек я подробно показывала как набирать и замыкать в круг круг когда мы с вами вязали носки первой части вот допустим мы набрали я не буду на все спицы потому что я показываю принцип чтобы не занимать вашего времени вот смотрите все и далее начинаем вязать каким образом вот у нас правая спица левая спица и нам ну допустим нужно по нашей схеме вязать 2 лицевые 3 изнаночные давайте вот я сразу покажу вам и вот так вот просто смыкаем и подтягиваем вот так 2 лицевые оттянули хорошенечко хвостик подтянули и 3 изнаночные резиночка наша 2 лицевые и 3 изнаночные так далее 2 лицевые 3 изнаночные 2 лицевые 3 изнаночные и 2 лицевые так 1 так как бы я не считала петли здесь лишний получается 2 лицевые вот за заднюю стеночку ничего страшного если вот я 2 вместе провязала чтобы подогнать то что нам нужно и далее смотрите то же самое так 2 лицевые 3 изнаночные 2 лицевые так и здесь у меня получается 2 лицевые 3 изнаночные будет и тоже чтобы подогнать я вместе провяжу так как девочки так как я не считала петли я вам показываю принцип вот мы подогнали все ряд мы провязали видите и вот эти хвостик это у нас начало второго ряда то есть и продолжим вязание 3 лицевые 2 лицевые 3 изнаночные то есть резинка 2 лицевые 3 изнаночные то есть и так далее по кругу будете вязать столько сколько вам нужно вот так вот смыкаем в кольцо наши петли и далее будете вязать столько сколько вам нужно то есть это макет я показала как нужно соединять петли по кругу и продолжите ваше вязание далее смотрите распределение узора второй рапорт второй рапорт с 5 ряда у нас начинается ромбы а жгуты у нас начинаются с первого ряда и по восьмой и чередуются то есть смотрите вот хвостик это начало вязание 2 изнаночные я вижу достаточно плотно 2 изнаночные 4 лицевые 2 изнаночные это серединка жгутиков 4 лицевые 2 изнаночные 3 лицевые петли разделительные которые разделяют наши жгут то есть в начале вязание получается у нас и в конце вязание вот разделительная дорожка далее петли 2 смотрите 1 2 3 4 5 6 7 8 8 изнаночных и 8 лицевых 1 2 3 4 5 6 7 8 8 изнаночных так далее смотрите 3 лицевые которые разделяют ромб и косы далее 2 изнаночные 4 лицевые 2 изнаночные 4 лицевые 2 изнаночные еще одна коса 3 разделительные лицевые 8 изнаночных 8 лицевых 8 изнаночных это на это фрагмент ромба далее 3 лицевые разделительная дорожка 2 изнаночные 4 лицевые 2 изнаночные 4 лицевые 2 изнаночные наши коса жгут и 3 лицевые 2 разделительная дорожка далее после разделительной дорожке 8 изнаночных 8 лицевых 8 изнаночных и 3 лицевые завершает разделительная дорожка вот наш хвостик и далее продолжаете вязать все по кругу то есть когда мы вяжем по кругу мы все петли вяжем одинаково то есть вот я показала вам нечетный ряд 2 изнаночные 4 лицевые 2 изнаночные 4 лицевые 2 изнаночные 4 лицевые четный ряд будете то же самое вязать 2 изнаночные 4 лицевые 2 изнаночные 4 лицевые 2 изнаночные то есть это вместо изнаночного все будете вязать по рисунку и делать далее переплетение вот смотрите вот по такой схеме будете вязать как вязать такой жгут мы с вами проходили уже и вот такой ромб как вязать ромбы как переплетать мы с вами тоже все это проходили когда вязали с вами жилетку вот далее будем вязать высоту столько сколько нужно вам то есть я планирую опять же по старой фабричной шапке буду прикладывать и смотреть и предварительно прежде чем будем вывязывать макушечку желательно будет постирать эту шапку высушить и посмотреть насколько она растянулась чтобы макушка чтобы лишним на макушке не было то есть у каждого свой метод я вот делаю так и то что мне здесь много много спиц это я специально так сделала чтобы было полегче вязать то есть вы вяжете так как нравится вам и точно так же косы араны жгуты тоже со то же самое если вам может быть что-то другое понравится выбирайте свой узор но данный расчет петель это под араны и жгуты то есть если вы будете вязать дальше резинкой или просто лицевой гладью то петелек нужно гораздо гораздо меньше набирать шапка так как жгуты и косы сильно забирают много пряжи и в общем знаете я сказала что я вижу вот такими нитками такой пряжей 100 граммах 210 метров и мне кажется что здесь около двух мотков идет данной пряжи вот потому что жгуты и косы еще раз повторяю берут очень много пряжи вот смотрите в 97 ряду от начала вязания от самого начала то есть вот отсюда чтобы не заморачивать вас вот вы набрали петли как я вам рассказывала и от самого начала и до маку до начала вязания макушечки 97 ряду мы начинаем убавлять петли для макушки то есть во втором рапорте получается в 28 ряду если кто вяжет по данной схеме 28 ряд четный вот смотрите так и смотрите что мы будем делать а если свернуть вот нашу шапочку вот так то здесь у нас получается 20 сантиметров как поднатянуть будет 20 сантиметров шапка и смотрите девочки я вам сказала что уйдет больше мотка нет вот у меня такой моточек уйдет моток ниток на данную шапку вот ровно точек я думала будет больше поэтому купил еще но нет все как раз как положено у вас может быть и будет по-другому потому что у каждого будет по-своему каждого разная плотность вязания и узор может быть вы выберете другой и смотрите как мы будем убавлять вот у нас начало круга там где хвостик вот и как мы будем убавлять 97 ряд вот начало нашего вязания вот смотрите вот у нас коса и будем что мы делать здесь у меня 2 изнаночные мы их провяжем 2 вместе так 2 вместе 1 изнаночные так далее 4 лицевые так и провяжем без изменений так девочки извините за шум за такой получается не очень удобно показывать и снова у нас идут 2 изнаночные мы их провяжем 2 вместе 1 изнаночной то есть будем убавлять постепенно и чтобы не сбивался узор вот главное чтобы вот вот вы поняли вот это что будем убавлять так чтобы не сбился узор далее 4 лицевые и снова 2 изнаночные мы провяжем 2 вместе 1 изнаночной 3 лицевые вот идет дорожка давайте тоже провяжем без изменений то есть будем убавлять постепенно так это четный ряд узор пока я не вижу двадцать девятом ряду ли значит 29 ряд по схеме будет вязаться узор а это четный ряд и вот смотрите далее у нас идет ромб что мы будем делать тоже смотрите вяжем 2 вместе 1 изнаночной так давайте чтобы было все красиво 2 вместе вместе 1 изнаночной так далее провяжем 2 просто изнаночные и 2 вместе 1 изнаночной так вот уже убавили петли далее в центре ромба где у нас еще узор будет формироваться мы пока петли трогать не будем и провяжем по узору так а далее смотрите как мы здесь связали точно так же и будем вязать здесь 1 изнаночная далее 2 вместе то есть чтобы все было симметрично так и просматриваем 2 изнаночной далее 2 вместе провязали далее 2 изнаночной просто 2 вместе 1 изнаночной все видите вот так и точно так же будем убавлять в следующем ромби либо записывайте либо просто просматривайте чтобы петли убавлялись симметрично далее смотрите вы помните мне вот эти вот эту лицевую вот эту лицевую дорожку мы не убавляли вяжем просто лицевыми петлями далее здесь у нас идут убавление 2 изнаночные вместе далее 4 лицевые убавляем просто 4 лицевые вяжем без убавления извините далее 2 изнаночные мы вяжем вместе далее 4 лицевые вяжем без изменений 2 изнаночные вместе далее 3 лицевые дорожка вяжем без изменений и далее смотрите вот наш ромб будем вязать все то же самое что я показываю то есть смотрите 2 вместе 2 изнаночные вяжем без убавлений 2 вместе 1 изнаночная далее узор вяжется по узору без убавлений затем 1 изнаночные 2 вместе 2 изнаночные 2 вместе то есть все то же самое повторим с этим ромбом и также с косами то есть до конца круга 28 ряда или 97 от начала мы провязываем вот так с такими убавлениями далее в девяносто восьмом ряду вяжем узор по схеме в 99 будут убавления снова будут убавления и точно также по такому принципу как я показала чтобы не сбивался узор постепенно будем убавлять петли до тех пор пока не останется ну кого как 8 10 у кого-то может быть 6 на петель а потом просто стянем макушечку вот вот по такому принципу будет убавление то есть я показала вам принцип что же как убавлять то есть убавляем так чтобы не сбивался узор вот так смотрите вот такая шапка получилось и вот такая макушка смотрите я описала подробно как я делал убавление то есть в девяносто седьмом ряду от начала вязания начинаем убавление петель для макушки такая так как я вам показывала в девяносто восьмом ряду вяжем без убавлений в девяносто девятом ряду убавление по принципу девяносто седьмого как я показала вам то есть мы убавляли по изнаночным петлям чтобы не сбивался узор сотый ряд переходим на все лицевые петли то есть до девяносто девятого ряда мы вязали лицевые и изнаночные так как они у нас были то есть так как я показывала вам а в сотом ряду мы уже переходим на все лицевые петли девочки я здесь написала ряды вообще-то мы вязали по кругу 97 ряд то есть по кругу чтобы вы не запутались а вот 97 98 99 сотый перешли на лицевые 101 ряд убавли убавления таким образом идут в начале нашего круга вяжем 2 вместе лицевой 2 без убавлений и чередуем 102 ряд вяжем без убавлений 103 ряд или круг 2 лицевые вяжем без убавлений 2 вместе то если 101 мы сначала вязали 2 вместе лицевой а далее 2 без убавлений то в 103 мы поменяли местами вяжем 2 лицевые без убавлений 2 вместе и так чередуем до конца круга далее 104 ряд вяжем без убавлений все лицевые петли 105 105 ряду все петли от начала круга вяжем по 2 вместе до конца ряда ну или до конца круга то есть чтобы не запутались 106 ряд вяжем без убавлений 107 по 2 вместе опять вяжем до конца ряда 108 без убавлений все лицевые и 109 у меня осталось 12 петель я стянула их и спрятала ниточку то есть вот по такому принципу я убавляла вот смотрите и получилось вот такая красивая макушка просто идеально получилось идеальная шапочка смотрится очень красиво надеюсь это видео было понятным полезным может быть кто-то свяжет по такому принципу вот такой счастливый и нажимайте на красную кнопочку подписаться нажимайте на колокольчик и поставьте галочку сообщать мне обо всех новостях этого канала также смотрите мои другие видеоролики думаю вы найдете для себя что-то интересное до новых видео и и Субтитры сделал DimaTorzok